Доброе утро, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы приветствуем вас на телеканале НВК САХА и радио ТЭТИН. Сегодня с вами в студии работаю я, редактор Наталья Сметанина, режиссёры прямого эфира Екатерина Голикова и Мария Новгородова. И сегодня на студии учителя юкагирского языка. Разрешите представить наших гостей. Это Феодосия Николаевна Татаева, учитель юкагирского языка из села Андрюшкино, Нижнеколымского района. И Алена Николаевна Миронова, учитель юкагирского языка из Верхнеколымского района, посёлок Зырянка. Нелемный. Нелемный, извиняюсь. Наверное, сегодня такой интересный случай у нас, что в студии сидят два представителя юкагирского, древнего, такого красивого народа, который представляет две ветки этого народа. Тундринные юкагиры и таёжные юкагиры. Адулы и Вадулы. И что самое интересное, народ, хотя и один, язык разный. То есть между собой Алена Николаевна, Сеодосия Николаевна не могут поговорить на родном юкагирском языке, так как на речи отличаются. Очень сильно различается язык, что вы даже не понимаете друг друга. Почему так происходит? Ну, мы действительно не понимаем. Даже такие простые любимые наши слова, например, мама, папа, у нас совсем по-другому произносятся. Поэтому мы абсолютно... Есть какие-то слова, которые почти одинаковые. Это очень мало таких слов. Скорее всего, это связано, я так думаю, с отдалённостью. С географическим расположением. Да, совершенно верно. Потому что традиционный уклад жизни, образ жизни наших народов зависит, конечно, от территории, где они проживали. Соответственно, традиционные какие-то вещи, обычаи. И всё это отличалось в силу того, что, например, тундриные юкагиры, это прежде всего оленеводы. Это оленеводы, да. Очень развито. В нашем же случае, наоборот, это охота и рыболовство. Это лес, тайга, река. Очень интересный народ. История происхождения народа до сих пор покрыта пока тайной. Есть много версий, разные версии, но в основном относят к финно-угорской семье народов. Это юкагиры и финно-угры, получается. И даже в нашей республике лесные и таёжные, тундриные юкагиры различаются друг от друга. Не только языком, но и костюмами, материальной какой-то культурой. Есть такое различие. Сейчас везде идёт декадра родных языков по республике в школах, на слегах. И я бы хотела тоже вас поздравить, учителей родного языка, юкагирского языка, с праздником, с Днём родного языка. И поздравить особенно Феодосию Николаевну с таким высоким званием лауреата Государственной премии имени Геннадия Дичкова. Теки-адулока. Теки-адулока. Теки-адулока в области языковой политики. Феодосия Николаевна, у вас стаж у учительства 40 лет. Больше 40 лет. 40 лет. 40 лет, да. Вы сейчас продолжаете учить маленьких детей родному юкагирскому языку. У Алены Николаевны, я так полагаю, стаж поменьше будет, да? Да, конечно, меньше. В разы меньше. Феодосия Николаевна, но всё равно проблема обучения родному языку, она стоит остро не только у юкагиров, но и у эвенов, эвенков, у долган. Потому что есть проблемы. язык утрачивается, уходит, частота языка уходит, произношение как бы теряется, да, идёт ассимиляция, взаимопроникновение и смешение культур, языков. Всё равно это у нас сегодня есть и очень быстро это развивается. Насколько вот в работе вы придерживаетесь какого принципа? Как должны детей учить? Хватает ли тех часов, которые сегодня есть в школах? Ну, у нас юкагирский язык преподается с 80-х годов. Наша первая учитель юкагирская языка Анна Гавриловна, она начинала как с кружка, потом факультативы, потом как первый класс, она всего добивалась сама. Потом с первого по третий класс, потом по восьмой класс и дальше уже с первого по одиннадцатый уже сейчас у нас обучается. Ну, дети заинтересованы. Заинтересованы в том, ну, если они могут быть, много узнавать, если у нас есть материал, если у нас есть учебные пособия. Если сказать насчет часов, то я, например, вот 39 лет я работала учителем начальных классов. Я только в этом году перешла уже именно в юкагирский язык и стала учителем юкагирского языка. Это благодаря руководству нашей школы, которые понимают проблему языка и увеличили часы за счет внеурочной работы. Так, наш руководитель, вообще вот мы занимаемся сейчас учебниками, да, наш руководитель Ситникова Наталья Васильевна, которая нам во всем помогает, поддерживает. И вот 15-го был семинар, и вот она тогда сказала, что надо брать пример с администрации Андрюшкинской школы, которая так уважительно относится к языку. Поэтому у нас сейчас, я веду с 1-го по 5-й класс, еще работает Анастасия Владимировна, моя племянница, тоже работает уже давно, после больше 20 лет. Вот она ведет вот с 6-го по 11-й класс. Село Андрюшкино, оно уникальное село. Там живут юкагиры, эвены, и даже чукчи живут. Естественно, язык звучит. Это один из тех опорных сел, поселков, наслегов, мест, где язык еще в обиходе живой. То есть юкагирский язык можно услышать на улице, в магазине, в детском садике, в школе. Между собой в семьях люди разговаривают. То же самое и с авенским языком. Идет ли смешение языков, синтез какой-то есть? Ну, к сожалению, сказать, что прямо везде у нас речь звучит тоже нельзя. Не можем, потому что есть уже выросло поколение родителей, которые не владеют языком. Поэтому в семьях тоже они разговаривают. И получается, что дети речь юкагирскую слышат только на уроках. Вот такая у нас сейчас картина. А так, конечно, смешение есть. Я помню, что старожилы наши, ну не помню, и до сих пор старожилы наши знают все. И на якутском они свободно говорят, на овенском, на юкагирском. На всех языках свободно. И сейчас такие старожилы наши. Я тоже, например, венский понимаю. Не говорю, но понимаю. Федосия Николаевна, все-таки, если есть полиязычие, то язык, мне кажется, легко дается и детям, и взрослым. Можно выучить, можно начать на нем говорить. Но проблема в том, что вы говорите, целое поколение выросло, которое не разговаривает на родном языке. Когда я была впервые в 91-м году в Андрюшкино, там было много людей, и речь можно было услышать на каждом шагу. И когирскую, и венскую. Это было естественно. А сегодня дети лишены этого права и возможности разговаривать на родном языке. Значит, дело в семье? Да, дело в семье. Расскажите о своих родителях. Кто такие? Как передавали вам язык свой? Конечно, без родителей, как говорят, не было бы и нас. Мои, Эне, Ама, Анна Егоровна, Николай Егорович, они потомственные оленеводы. По линии папы, предки наши из Аллаифи, Аллаифовского района. По линии мамы, мам у нас Курилова, фотографии есть. И у мамы тоже, у папы много детей в семье было, у мамы тоже. Ну, у мамы есть такая интересная история. Вот в семье дети рождались и умирали у нее в семье. Много, вот несколько было таких случаев. И потом, вот когда мама родилась, наша бабушка, ее звали Аксинья. Ну, она и вот отец знаменитых наших братьев Куриловых, вот мои бабушки, их отец родные. А их отец был шаманом. И вот дети умирали, ну, видимо, поэтому сделал вот отец Куриловых оберег для моей мамы. Мы об этом вообще не знали. Вот когда мамы не стало, она прожила очень долгую, счастливую жизнь, 82 года. И вот тогда и только я узнала и увидела вот этот оберег. Это был маленький, вот из дерева сделанный как человечек, с длинной-длинной веревкой. И вот мама, вот, наверное, из-за этого вот этот оберег помог. И она прожила вот такую долгую жизнь. И потом, после нее еще родилась ее сестренка, неустрая Варвара Христофоровна. А если бы, она говорила, что у нас в семье должно было быть 9 человек. И вот так остались вот двое. Вот такая вот история. А, конечно, мои родители только, мы разговаривали только на юкагирском языке. Когда я пришла, например, в школу, в первый класс приехала, я вообще никакого языка, кроме юкагирского, не знала. И вот они нам передали, конечно, любовь своему. Вот сейчас вы говорите, что пропадает разная краска языка, да. Действительно это есть. Если я слышала, что действительно настоящую юкагирскую речь, то сейчас, конечно, такого уже нет. Очень жалко, жаль, что такое вот происходит. Вот, конечно, они потомственные лениводы. И семья наша большая, мама наша, мать героиня, 10 детей, 3 девочки, 3 сына, 7 дочерей. Сыновья пошли по стопам отца, все стали лениводами, работали в лениводстве. Девочки тоже все получили образование, тоже некоторые с мужьями, лениводами, тоже кочевали по тундре. Я вот, например, единственная в семье стала учительницей. И теперь у нас в нашей семье, ну, оленеводство тоже продолжается. Внуки, сейчас правнуки работают уже в оленеводстве. А есть у нас еще в нашей семье уже 19 учителей. После меня, сейчас в данное время в сфере образования работает шестеро нас. И еще одна племянница сейчас учится на учителя английского языка. Вот так мы в прошлом году, например, посчитали, и оказалось, что у нас где-то больше ста лет уже 500 же в нашей семье. Здорово, Гарри. Уважаемые радиослушатели, мы уходим на небольшую паузу рекламную, встретимся после нее. Доброе утро. Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы продолжаем наш прямой эфир. Мы работаем для вас. Вы можете присоединиться к нам по номерам 320066, 321166 и поговорить с нами о родном языке. Сегодня на студии учителя родного югогирского языка Феодусия Николаевна Татаева и Алена Николаевна Миронова. Феодусия Николаевна, спасибо за интересный рассказ, который мы услышали в первой части нашей передачи о ваших родных, о родителях. Насколько связь была с другими югогирами, с теми же, с Нелемного, допустим, в то время, когда вы маленькие были? Общались ли ваши родители с ними? Мы вообще даже не знали, что есть такой вот народ где-то там. Только да, действительно, мы не знали об этом. Что есть такие же югогиры? Да, вот первая сеть югогиров был в поселке Нелемный, вот тогда мы как-то, ну, сблизились, можно сказать. Вот с тех лет, с тех пор вот начали какие-то, ну, связи какие-то. Это начало 90-х, да? Да, да, да. 92-е годы. Они тем более, наверное, тоже не знали о нас. Алена Николаевна, а вы югогирка из Нелемного? Да, да, с Нелемного. Таёжные, лесные югогиры. Если я могу с Феодосией Николаевной поздороваться, а мы че-чей лалык, то с вами как я буду здороваться? Ну, у нас приветствие заимствовано с русского языка до робоче, как и в якутском языке. Но кроме этого мы приветствуем друг друга по времени суток. О ма се позерхоле, о ма се угуелле, о ма се йололе, о ма се эмилле. У нас тоже самое, да. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Язык очень интересный, красивый и сложный, по-моему. Сложный. Да, очень много согласных. Я смотрела югогирско-русский разговорник, который составила пана Прокопьева, кандидат филологических наук. Даже слово есть, в котором четыре согласных сразу друг за дружкой идут. Это же какой речевой аппарат надо иметь, чтобы выговорить это слово, настоящее из одних согласных букв. Алла Николаевна, сколько лет педагогического стажа у вас, сколько лет вы преподаете родной югогирский язык? Родной югогирский язык я преподаю с 2007 года и имею небольшой опыт, но тем не менее очень положительный в том плане, что быть учителем югогирского языка, ну родного языка, я говорю сейчас конкретно про наш, про лесной диалект, очень сложно в том плане, что практически нигде этому научиться невозможно. Очень нужно постоянно держать руку на пульсе и быть всегда в таком творческом процессе, в творческом подъеме. Каждый урок надо продумать, нигде ты не найдешь какие-то готовые поурочки, например, поурочные планы, как по предметам федерального цикла. Поэтому каждый урок – это творческий подход к классу, ты должна разработать, что ты скажешь детям, какие картинки ты покажешь и так далее. Это очень достаточно трудоемкий процесс. Но сейчас, это поначалу было, вот в 2007 году, это было очень сложновато, потому что и опыта не хватало, и материала было маловато. А сейчас мы можем гордиться тем, что имеем уже достаточно хорошую такую методическую копилку, благодаря усилиям наших ученых, пана Егоровна Прокопьевой, Александра Егоровна Прокопьевой, благодаря стараниям нашей мелодистки, поэтессы. Извините, Алёна Николаевна, у нас звонок. Алло? 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 А, добрый день. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы в эфире, в прямом? У меня вопрос такой. Что значат имена Ханидо и Халерка в романе Семёна Курилова? Спасибо большое, Федос Николаевна. Ханидо – это орёл, Халерка – это чайка. Кстати, Халерка у нас тоже чайка. Ага, одинаково. Ага, парень – орёл и девушка – чайка. И вот благодаря стараниям нашей уважаемой Любовь Николаевны Дёминой, которая пишет замечательные стихотворения на родном языке для детей, создала уже массу пособий. Благодаря стараниям Людмилы Николаевны Жуковой, которая издала такие хорошие дидактические материалы для ребятишек в картинках, там, в игровой форме и так далее. Очень интересно. Поэтому сейчас мы уже имеем такой достаточно хороший багаж методический, и это нам очень помогает в работе. Вот. И разговорники, вот вы сказали, пана Егоровна Прокопьева, да, разговорник с Александрой Егоровной очень интересный. И в своё время, в 2009 году, вместе, наравне с тундринами юкагирами, Анна Гавриловна Бурделина, да, автор первого, не первого разговорника. У неё разговорник был. Да, вот сейчас я вот как раз принесла, да. И мы также, я со своим учителем, носителем юкагирского языка Шадриной Акулиной Егоровной тоже издали вот первый наш разговорник на лесном диалекте. Это было в 2009 году. Ну, конечно, курировала все вопросы, это пана Егоровна Прокопьева, которая занималась редакцией и так далее. Примечателен вот конкретно этот разговорник тем, что он был составлен нами на основе нашего традиционного уклада. То есть там и название местностей, и охотничьи угодья, и то, чем занимается именно у нас в Нелемном. Поэтому для нас, для местных, именно Нелемчан, он очень близок, потому что вот они видят там какие-то знакомые слова и так далее, и это вызывает дополнительный интерес, стимулирует как бы. Ну, там тоже мы приложили, значит, разделы отдельно у нас есть, связанные с охотой, с рыболовством, с деятельностью школы, с жизнью села, ну и приложили. Там даже сказки есть. Да, там даже есть несколько текстов, тоже в переводе, вот с Акулиной Егоровной Шадриной в свое время. Ну, очень хороший разговорник, на самом деле, я бы его похвалила, потому что там есть и словарь для лесных и для тундренных юкагеров. Так что интересный очень такой разговорник получился на двух диалектах. Анна Николаевна, а как так получилось, что все забыли язык, а вы помните, знаете его? Кто вас научил разговаривать на родном языке? В свое время, вот в 85-м году, когда я пошла в первый класс, у нас юкагирский язык преподавался как факультатив. И первый мой учитель — это Василий Константинович Спиридонов. Очень ему благодарна. Он в то время тогда тоже только начинал работать в этой сфере, в сфере образования, и загорелся огромным желанием помочь своему народу освоить язык. Письменность появилась у нас достаточно поздно, да, в 80-х, вот как раз, года. И Василий Константинович занялся вот созданием первого букваря на языке лесных юкагиров. И он нас учил, он нас вдохновлял. Уроки, это были не обязательные уроки, это был как факультатив, но нам было настолько интересно, вот как-то непринужденно, не имея специального образования, но очень он нас заинтересовывал, детей. После этого меня учила Кулина Егоровна Шадрина, уже постарше. И в 93-м году наша школа получила статус... Извиняюсь, Алина Николаевна, звонок. Алло? Алло, прямой эфир? Да, прямой эфир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я слушаю эту передачу, но я сам-то коренной ют. Но вот очень отрадно, что люди, несмотря ни до что, изучают свой родной язык. За это я им очень благодарна. Я много лет работал в северных улусах, с овенами, юкагирами, якутами, постоянно общался. Поэтому вот ваша напористость и знание родного языка вам надо поставить памятник. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Какой хороший звонок поступил, да? Алёна Николаевна, Феодосия Николаевна, письменность появилась недавно, вы говорите, в 80-х, когда хуйкагеров. В чём особенность алфавита? Я вижу, что есть буква W интересная такая, как она произносится. Это уже Николаевна расскажет. Ну, значит, алфавит и букварь наш первый. Ну, это всё наш, говорил Николаевич Курилов. Без него, без него не было бы этого ничего, мне кажется. Так что ему большая благодарность. Он создал первый букварь в 1987 году. И вот ровно через 30 лет мы переиздали. И вот у нас, вот у нас букварь, переизданный букварь. И причём тут у нас появилась новая фонема W. Сейчас мы эту букву используем. Долгое время, конечно, мы произносили её как W. А потом уже, когда вот эту работу начал проводить, Гаврил Николаевич, я тоже начала задумываться. Действительно, мы же произносили её совсем по-другому. Наши родители её по-другому произносили. Не W. Не W. Например, W. Мы произносим как W. Не W, а W, а W. Вот поэтому мы дети. Только чистое W получается. Получается, я, W. Поэтому сейчас вот обучение у нас идётся в первом классе по этому букварю. Я считаю, очень правильный ход, потому что тогда не теряются слова, правильно произносятся звуки, фонемы. И графически они обозначены в алфавите очень хорошо. У нас у Венов тоже есть много споров по поводу правописания, по поводу этих фонем, звуков и их графических изображений. Но думаю, что придём к окончательному тоже решению. Скоро наши учёные подготовят материал, чтобы слова не теряли смысл. Есть же синонимы, которые пишутся одинаково, произносятся совершенно по-другому. Поэтому надо учитывать все нюансы, все краски языка, чтобы не потерять ни одного слова. Остались крупицы. Вот мы сегодня говорим о том, что мы владеем языком, но не в той достаточной мере, чтобы написать красивый рассказ или ещё что-то. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы работаем в прямом эфире. Можете присоединиться к нам после небольшой рекламы по номерам телефонов 320066-3211-66. С нами сегодня учителя юкагирского языка. Доброе утро. Ирина Николаевна Татаева из Нижнеколымского района, посёлок Андрюшкино. И Алена Николаевна Миронова из села Нелемное, Верхнеколымского района. Ещё раз доброе утро. А мы чайчай, лык. А вы чайчай. Феодосия Николаевна, Алёна Николаевна, наверное, в этом блоке мы поговорим о тех учебных пособиях, об учебниках, по которым сегодня занимаются дети. Я точно знаю, что есть необходимость разработки, необходимость издания учебников, которые бы соответствовали всем стандартам СанПИН федеральным. То есть были рабочие тетради и учебники, и книги для чтения. Как в этом вопросе обстоят дела? Ну, после букваря мы начали работу над учебниками. Ну, конечно, когда нет учебных пособий, работать очень трудно. Поэтому сейчас вот идёт работа. Руководитель нашей авторской группы Ситникова Наталья Васильевна. В авторскую группу входим я, и дочь моя мне помогает. Вот, вместе мы работаем с ней. Так, консультант у нас Гаврин Николаевич Кукурилов. И, конечно, подключаем носители языка. В данное время идёт уже работа над учебно-методическим комплексом. Теперь со 2 по 4 класс мы почти уже заканчиваем. У нас уже финишная, как сказать, финишная прямая. То есть учебные пособия, учебники для первой ступени школы готовы уже, да, практически? Да, почти готовы. Ну, в этом году мы уже должны сдать. Спасибо, Федос Николаевна. У нас звонок. Алло. Алло, говорите. Здравствуйте. Я старец-тосистик. Сказали, что у учительницы мамы 10 детей было. Остались только двое сестёр. Вот поэтому я добавление развития языка об условиях жизни малых народов. Надо ставить вопрос об установлении достаточного уровня зарплаты для всех работников вот этой деревни, посёлка. Ну, если по производству говорить, о леневодстве, кто занимается, кто занимается охотой, рыбалкой, и кто занимается коневодством. Зарплату надо давать на уровне, ну, хотя бы близкой, к среднему уровню зарплаты, например, регионов. Ну, например, республика Заха. Говорят, 70-80 тысяч – средняя зарплата работника, да? Значит, кто живёт в этом югуберинской деревне, работает на леневодстве, занимается тоже, ну, хотя бы близкой к среднему зарплате, чтобы они жили нормально. Тогда и молодёжь там будет тянуться, и люди сохранятся на этих северных условиях. Вот такое у меня предложение тоже надо подумать, я считаю. Спасибо большое, я с вами полностью согласна. Надо всем оленеводам, рыбакам, людям повышать зарплату. И всем жителям Якутии. Феодосия Николаевна, по поводу… Спасибо за звонок, спасибо за пожелания. По поводу учебников и учебных пособий продолжим, наверное, да? Тот материал, который вы накопили за 40 лет работы, за 20 лет работы, он даёт возможность того, чтобы издать учебники, учебные пособия по родному языку. Да, конечно. Ну, конечно, материалов не всегда хватает. Мы обращаемся к носителям. Я, например, к своим братьям, сёстрам тоже помогают они. И спасибо Гаврину Николаевичу, Николаю Николаевичу. У них тоже есть очень много… Мы оттуда берём у них много произведений. Мы оттуда тоже берём, как материал для учебников. Алена Николаевна, как у вас все дела с лесным говором? Мы сейчас идём по стопам наших нижнеколымских собратьев. И в авторском коллективе в составе Паны Егоровны Прокопьев, Александры Егоровны Прокопьев, Любовь Николаевны Дёмина и меня занимаемся работой по выпуску букваря на Адульском нашем лесном диалекте. И сейчас работа в полном разгаре у нас, ну, на завершающей стадии уже. Вот. И надеемся, что дальше, в дальнейшем тоже пойдём дальше и будем разрабатывать уже учебно-методический комплект для начальной класса в целом. Которую войдёт мечта всех учителей родных языков, чтобы там была обязательно рабочая тетрадь, чтобы детям было удобно, очень любят они заниматься. Сейчас мы всё это делаем своим, самиздатовским, значит, изданиями в школе. И хотелось бы, конечно, всё это привести в соответствие, чтобы будущим поколениям было намного легче. Работа не ощущается. Конечно, конечно. А сколько детишек у вас в школе? У нас контингент школьников сохраняется сравнительно с прошлым годом. 27 детей в школе с 1 по 11 класс. Все дети изучают родной юкагирский язык. 27 детишек? 27 детишек. Сдают у нас единый республиканский экзамен по родному языку. Практически каждый год выпускники самостоятельно, добровольно сдают этот экзамен и в 9, и в 11 классе. У нас звонок в студии. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот почему такое произошло разобщение двух народов, которые даже не имели связи? Вот женщина говорит, что они, кажется, даже не знали, что в Нелимном живут юкагиры. Спасибо. Так же, как и юкагиры Нелимного, не знали о том, что в Нижней Колыме живут тоже юкагиры. Это, видимо... Это протяженность, наверное. Расстояние. Мы на любое расстояние друг от друга живем. Притом эти рода... Это рода другие, да. В разных местах кочевали, и не было близкого общения между собой. Но, тем не менее, сохранили свое самосознание юкагирское, что они юкагиры, что язык свой сохранили, диалект свой. Но это считается одним народом, да. Об этом... Да, люди об этом спрашивают, интересуются. Это, наверное, будем ждать ученых, которые когда-нибудь нам поведают. Поставят свой вердикт, заключение дадут. Почему так получилось, что... И что теперь делать? Потому что... Не ждать, чтобы не поможать. Предмет идет как... Вот юкагирский язык, это же как один предмет. И когда у нас проводятся олимпиады, да, какие-то вот такие мероприятия, мероприятия, связанные с языком. И там уже внутри юкагирский язык идет вот эта градация. Лесной диалект, тундриный диалект. Потому что если ребенок посмотрит задание для детей, например, наши дети посмотрят задание для тундриных детей, которые обучают тундриный язык, они не смогут ничего там решить. Да, у нас было такое однажды, проводилась олимпиада республиканская. Отправили адульских, лестных юкагиров, да. И посмотрели. Даже мы не смогли там ничего не перевести, потому что совсем другой язык. Совсем абсолютно. Еще один вопрос у нас в студии. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Ай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу обратиться к, который выступает по НВК. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Ага. Говорите, ага. Алло. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Наталья Дмитриевна, Сеодосия Николаевна, Ирина Николаевна. Это Степанова Зоя Афанасьевна из села Себель-Митриевна. Доброе утро, ага, здорово, Зоя Афанасьевна. Ага. Очень приятно. Ага. Алло. Алло, мы вас слушаем. Ага. Ага. Я хочу вас очень похвалить за то, что вы сохраняете свой язык и так следуете за чистоту языка. Одно то, что вы ввели знак «Давалью», это очень похвально. У вас надо брать пример. Я желаю вам успехов. Угу. Теорели? Угу. Детя немножко звук запасывает. Спасибо, Зоя Афанасьевна. Спасибо. Спасибо большое. Зоя Афанасьевна, кстати, моя учительница тоже. С большим опытом, учитель с большим опытом, методист тратного языка. Она занимается сохранением языка, культуры, фольклора венского народа в ламунхинском наследие, очень уважаемый наш человек. Старшая сестра, к которой мы часто обращаемся всегда за помощью, за разъяснениями, за советами. Да, очень благодарны им тоже. И мы говорили о том, что язык сегодня детям надо прививать в семье, чтобы родители сами говорили на родном языке, чтобы они могли ребенка научить бытовому языку хотя бы, чтобы он в школу подготовленный пришел. Вот, допустим, в Нелем нам оказывается всего 27 детишек, которые учат родной язык. Им это интересно, это как бы даже репетиторство получается. Учителю есть возможность хорошо заниматься с каждым ребенком четко, да? А в ангельской школе уже 120 детей. Больше, более стадий. Да, из них 41 изучает югкагирский язык. Потому что есть еще и Вена, которые учат свой родной язык. Да, школа наша уникальная, у нас и венгинский язык, и югкагирский язык обучают русский, английский, все, пять языков. Спасибо большое. Всем, уважаемые радиослушатели и телезрители, наш эфир подошел к концу. С нами сегодня в студии были учителя югкагирского языка Феодосия Николаевна Татаева из села Андрюшкино Нижнеколымского района и Алена Николаевна Миронова из села Нелемное Верхнеколымского района. На этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч в эфире. Аймакар.